Друзья, всем привет! Меня зовут Денис, я медицинский катюре, как меня называют, и рад вас приветствовать на своем канале Формедицины. Канал нашего магазина медицинской современной одежды. Сегодня с вами разберем интересный и очень важный вопрос, это как одеваться студенту-медику. Вообще форма студенческой одежды определена требованиями, как с точки зрения санитарно-гигиенических норм, так и с точки зрения дресс-кода деловой учебной одежды. Кто отличает вообще студента-медика от другого студента, это, конечно же, наличие в его гардеробе халата, белого колпака и смены обуви. Первое, это, конечно же, белый халат. Они есть как женские, так и мужские. И здесь сразу хочется отметить то, что его отсутствие будет являться причиной удаления студента занятий. Женские халаты, они, как правило, белого цвета, а идут с рукавом с длинным рукавом, а с рукавом три четверти реже, и также бывают с цветными вставками. Что чаще всего используется? Первое, для практичности, так как на цветных, например, манжетах меньше видны загрязнения на воротниках и на руках. И второе, это с целью украшения и, так сказать, выделиться среди других стандартных белых халатов. Что касается мужских халатов, то это, как правило, халаты с рубашечным воротником, вот такого плана. Они идут чаще всего на кнопочках, потому что мужчины не очень любят, особенно студенты, не очень любят пуговицы. Есть также халаты на замке, я вам его покажу чуть позже. Халаты мужские от 44 до 56 размера всегда есть в ассортименте нашего магазина. И к началу студенческого сезона, то есть в августе месяце, когда студенты начинают активно одеваться перед учебным годом, мы, как правило, привозим от недорогих халатов до хороших, таких известных российских брендов с очень хорошей белой тканью. Также стоит отметить, что лучше халаты из маломнущейся ткани, потому что халаты после учебного дня лежат у вас в пакете или сумке и очень легко могут помяться. Вот, например, халат бренда Cherokee. Здесь в состав ткани входит спандекс. Он позволяет ткани тянуться, за счет этого меньше мнется. Его легче разглаживать. И, соответственно, достаточно практичная модель. Большей популярностью среди мужских халатов студенческих пользуются модели бренда Dr. Big. Они представлены в нашем магазине. Ссылки будут в описании на них под этим видео. Первая моделька – это с рубашечным воротником на кнопочках. И вторая моделька с воротником с стойкой, с степной отделкой. Как я уже говорил, это для того, чтобы меньше были видны загрязнения. К халату я вам рекомендую приобретать белый колпак. В нашем магазине колпаки идут очень удобные. Это колпаки с резинками с такими сзади, не с завязками, неудобными. Их не надо завязывать. Просто одевать оно голову таким образом. И фактически голова у вас уже покрыта. У нас идут колпаки в двух размерах. Стоимость колпаков варьируется от 400 до 500 рублей, чисто белых колпачков. Поэтому ссылочку оставлю в описании под этим видео. Также смотрите. Паки носятся либо в кармане халата, либо в пакете. И, конечно же, как без сменной обуви. Некоторые кафедры достаточно щепетильно относятся к тому, чтобы у студентов была хорошая сменная обувь, чистая. Мы предлагаем к покупке такие модели саба без ремешка. То есть у нас, как правило, несколько моделей саба всегда есть в наличии. В магазине женские и мужские. Есть также такие слепоны женские. Достаточно тоже легкие. Они выполнены из текстиля. И, кстати, можно стирать в машинке. Есть вот такие мужские слепоны, тоже белого цвета. Тоже мягкие, легкие, очень удобные. Мы также делаем слепоны с рисунками. То есть для тех ребят, кто любит выделяться, мы делаем рисунки на заказ. Ну, также есть у нас уже готовые слепоны с рисунками. Ссылки на обувь в нашем интернет-магазине я оставлю также в описании под этим видео. Друзья, ознакомиться с полным ассортиментом нашего магазина вы можете либо у нас в инстаграм-аккаунте, либо на сайте. А в следующих выпусках мы с вами поговорим о хирургическом костюме как для студентов-медиков, так и для протекущих врачей. Их отличия, преимущества и недостатки разберем. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. С удовольствием на них отвечу. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok